Всем привет! Ну что, мой желтый чемоданчик готов путешествовать в самолете первый раз. И мы уже тут, вот видите, более-менее собрали вещи. Как я собираю вещи? Я пишу обычный список, какой-нибудь вот такой. То есть я делю вещи, которые мы возьмем в дорогу, по группам, по категориям. То есть, к примеру, у меня вот здесь лекарства, обувь отдельно, отдельно косметика, отдельно аксессуары. Отдельно, допустим, вот моя одежда, Вероникина одежда, техника и то, что мы будем брать применительно к пляжу, так скажем. После того, как я разбила вещи на группы, я просто в каждую группу вписываю то, что нужно, и потом вычеркиваю, вычеркиваю, вычеркиваю до тех пор, пока меня не начнет устраивать состояние чемодана. Итак, вот что мы берем с собой. Все это нам нужно уместить в этот вот чемодан. И у нас еще будет в качестве ручной вклади, наверное, ну, у Веронички будет рюкзак, а у меня будет вот такая вот сумка для ноутбука, в которой будет и ноутбук, и документы. Ну, давайте, наверное, по порядку начнем, да? Что я беру ребенку? Всем был интересен этот вопрос, и мы так посмотрели погоду, вроде бы более-менее там будет тепло. Мы берем несколько платьиц, вот такое, например, берем, вот такое берем. Где оно? Вот оно. И золотое. И золотое. Вероника его мечтает взять, ну-ка, покажи нам золотое платье. Уже несколько недель она сказала, обязательно возьму это платье на море, хотя к морю оно не имеет вообще никакого отношения. Ну, я думаю, пусть берет ребенку, хочется, пусть. Берем одну майку, ну, в смысле футболку, вторая на ней, вот в этом она поедет. И берем шорты, шорты, шорты берем от Фоберлик. Что еще? Берем на всякий случай, потому что потом мы смотрим погоду, когда мы вернемся обратно в Москву, будет прохладно, берем джинсики. Ну, в принципе, я думаю, что вот в этих вот левинцах она, наверное, нормально себя будет чувствовать. Здесь берем вот такой вот с длинными рукавами футболку и на всякий случай я беру теплую кофту, потому что уезжаем мы ночью и, ну, будет довольно прохладно. В Москве тоже там как-то не очень жарко. Не знаю насчет плаща, он очень легкий, он очень тоненький. Я думаю, что, в принципе, наверное, его стоит взять на всякий случай, потому что, ну, мало ли что. Берем халат, как у бабушки Гали, помните его, да? В нем мы будем ходить на пляж. Ну, мне показалось, что это будет удобно, потому что просто застегнула, расстегнула, и, в принципе, можно даже переодеваться в нем. Что мы берем в детском рюкзачке? Здесь у нас всякие развлекухи. У нас на Кипр полетит мишка, вот такой вот. Берем сумку еще одну, с которой Вероника будет гулять, не может она с ней расстаться. Берем вот эти вот маленькие книжечки, которые я вам показывала, ну, такие чисто в дорогах. Берем тетрадку порисовать, берем раскрашивать принцессу, в принципе, все это вы уже видели, я вам уже показывала. И вот такую вот штуку рисовать по точкам. И берем, конечно же, карандаши. Вот, в принципе, все, на этом рюкзак у нас отпустил. И здесь еще берем парочку резиночек, ну, просто там прически всякие делать. Будем еще сюда класть бутылочку с водой, чтобы Вероничка сама могла пить. И будем какие-нибудь, ну, может быть, вафельки возьмем, печеньки тоже положим в другой кармашек. Это что касается вещей детских. Что еще берем из детского, сейчас посмотрю. Вот это в поезд, ну, это просто переодеться в поезд. В поезд я беру себе вот такой биометик. И еще в такой плащ. А, да-да-да, вот. Берем вот такой вот полотенчик Вероники, ну, после бассейна, там, вытираться с капюшоном, по-моему, очень мило. И места много не занимает. Из купальников берем Вероники, вот такой вот с сисями, вот такой купальник у нее, с вот такими вот трусами, ой, ну, да, вот такими трусами. Еще берем шапочку тоже там, от солнца спасаться. И второй у нее купальник вот такой арбузный. Вот такой. И я себе беру вот такой купальник. Это один, вот так вот. И здесь, к сожалению, еще такие серые плавки. Беру второй зеленый, ну, зеленый мой, вы все уже видели давным-давно. И беру себе на голову вот такой вот турецкий платочек. Не знаю, уместно ли это будет, но да ладно. Что еще купаться? Берем два рукава. Берем один круг. Наверное, для ребенка больше ничего. Сейчас покажу кое-что из косметики детской. А я беру сумочку такую, ну, вечером просто ходить легкую-маленькую. Беру сумку для ноутболка. Эту водолазку я не беру. И куртка. Ну, вдруг я замерзну. Я всегда мерзну. Я себе взяла две футболки. Одну вот такую, одну серую. Где-то она здесь была, вот она серая. Беру шорты короткие, беру рубашку белую такую. Ну, на случай, если я обгорю, а я обязательно обгорю. И платье. Одно вот такое беру. Ну, я уже сложила, ну ладно. Одно платье вот такое. И второе, такой джинсовый халатик. Ну, тоже чисто просто там бегать. Вот такой. Из одежды это все. Все, давайте, наверное, перейдем к косметике. Идите сюда. Что касается детской косметики, берем мы косметику Моё Солнышко. Мне ее сегодня прислали на обзор. И здесь есть все, в принципе, что мы собирались брать. Крем солнцезащитный. Здесь, кстати, большой SPF фактор. Аж целых 50. Он безопасен для детишек и для самых маленьких. Так что Веронике, в принципе, подойдет. Молочко после загара. Это тоже мазаться уже после пляжа. Вот такая зубная паста. Тоже Моё Солнышко. Она с апельсином. И после двух лет тоже для маленьких детишек подходит. Что касается шампуня и гели для душа, то мы и для Вероники, и для себя берем вот такой шампунь. Еще у меня есть там пенка для купания. Мы в дорогу всегда берем такие штуки, потому что ими можно и мыть голову, и купаться, и косметику смывать. То есть этим средством можно делать абсолютно все. Оно многофункциональное. И моим солнышком, вот именно шампунем мы уже пользовались. Так что он хороший. То есть это вот то, что мы берем с собой. И еще нам тут прислали, давайте сразу покажу, вот такой вот бальзам детский после укусов насекомых. Вероника сегодня уже мазала свои прыщи от комаров. Говорит, что проходит часотка. Ну, в общем, будем пользоваться. И вот такой вот детский защитный спрей от комаров. Это вот как раз мне прислали на обзор. И меня он заинтересовал, потому что он для совсем маленьких детишек. У нас Вероничка часто к бабушке ездит на дачу. Там комары всякие, насекомые, пчелы и так далее. Здесь круто, что какой-то новый ингредиент здесь внедрили. Я где-нибудь вот здесь вот на экранчике напишу название, боюсь ошибиться с произношением. Но смысл в чем? Эта штука безопасна не только для детишек, но и для насекомых. То есть оно просто отпугивает насекомых, но не убивает их. Ну, соответственно, мы как любитель природы не могли это не оценить. Ну и, в общем-то, вся косметика «Мое солнышко» безопасна, гипоаллергенна. Это все российское производство, поддерживаем российского производителя. Поэтому все это берем с собой. А вот эти вот две штуки против укусов насекомых оставляем бабушке. И вот такая вот у нас еще помада есть, ну, типа бальзамочка для губ. Это Вероничка положит в свой рюкзачок. А, да, и вот мыло еще. Но мыло тоже не будем брать, тоже оставим дома, будем дома пользоваться. Так что из косметики это все. Возьмем еще к пасте щеточку. И вот она, пенка для купания принесла ее. Будем все пенки, шампуни заворачивать вот в какие-нибудь такие пакетики, чтобы это все в чемодане у нас не разлилось. Но вот этой пенкой как раз будем купаться и я, и Вероника, и бабушка наша. Ну и, кстати, если уж прям совсем необходимо будет, можно ею что-нибудь постирать. То есть не будем дополнительно брать ни порошок, ничего. Так что вот так вот. Это что касается детской косметики. Далее. Для себя. Для себя из аксессуаров беру, ну, расческа, тут резиночки всякие. Взяла еще маску себе. Вот такая у меня была в какой-то из коробочек New Beauty Box. Ну, дезодорант, соответственно, не верю. И небольшой такой шампунь без СЛС буду мыть голову. А, я себе для лица взяла вот такой витотек, подорожник Пантенол. Показывала вам его уже несколько раз. Офигенно. Особенно если лето, если солнце, если там краснота какая-то. Супер вообще. И осталось у нас, наверное, сами лекарства. Лекарства тоже просили показать, какие я возьму. А я так к вам присоединюсь. Ой, ну присоединяйся. Что касается лекарств. Вот в такой вот коробочке я их повезу. Коробочку беру из-за того, что у меня нет для градусника чехла. Обычно я беру все это в каких-то тряпичных упаковочках. Но вот сейчас решила такую пластиковую взять. В общем, градусник беру обязательно. Что беру из детских лекарств? Беру норафен. Большой. Ну, почему-то, не знаю. Большой купили, промахнулись. Надо было поменьше, конечно, взять в дорогу. Но вот настолько большой. Синекот беру. Беру зеленку. Вот такой вот в фломастере. Нафтезин. Что здесь еще? Перекись водорода. Клей БФ6 от ран всяких. Иголка с ниткой. Йод. Тантем Верде. Это мы горлышко сейчас брызгаем. Ну, всякий вот бинт. Бинт тут. Что это? Ликопластырь. Вот бинт. Из таблеток. Уголь активированный. Обязательно. Так-так-так-так. Анальгин. Тоже обязательно. Анаферон детский. Себе беру вот такой антигриппин. У меня аллергия на таблетки. Поэтому я всегда от простуды пью антигриппин. Это у меня кетарол тоже. Потому что аллергия на таблетки. Кетарол мне... Я нормально переношу. Короче. И беру еще супростин. Супростин кладу в кошелек. Потому что, ну, мне он всегда как-то нужен. И последнее, последнее, последнее. Здесь у нас документы. Здесь у нас паспорта. Ксерокопия паспорта. Всякие тут свидетельства о рождении и так далее. Здесь у нас мешочек со всякими трусами. И вот спать. Тут у меня... Вероники майка мне начинают... Сорочковая рубашка. Как это называется? В общем, комплекты белья сменного. Здесь я беру одну камеру GoPro свою. И то для того, чтобы снимать в воде. Потому что очень уж там красивое море. Вот чехол к ней беру. Такой вот непроницаемый. Беру монопод. Для нее же. Именно для этих же целей, чтобы снимать море. Беру вот эту камеру, на которой снимаю. Вот эту Соньку маленькую. Чехлы для всего этого. Зарядки. Электронную книгу беру. Тоже закачала сюда всякие книжки. Буду читать, может быть, на пляже. Может, еще где-нибудь. Может, в самолете, если будет время. Беру просто несколько тетрадочек. Это все еще мои наработки по книге. В общем, стараюсь что-нибудь позаниматься. Беру парочку ручек. Штатив вот такой маленький. Я думаю, что большой. Нет смысла тащить. И маленький свой ноутбук. Ну и, соответственно, зарядки. А, вот еще тапочки. Тапочки. Последние. Это точно последние. Тапочки берем. Вот такие две пары для того, чтобы ходить. Ну, если там вдруг будет или холодно, или как-то не очень комфортно. Вот это вот на пляж мы купили у Вероники. Вот такие вот резиновые тапочки. Нам сказали, что, в принципе, в них там можно купаться. Потому что там, не знаю, что-то с одном не то, по-моему. Я буду ходить и в таких на пляж. Ну и босоножки. Я взяла себе вот такие вот оранжевые. Вероники мы взяли вот такие вот белые. На этом все. Давайте теперь все это соберем в чемодан. И посмотрим, что из этого получится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok На этом у нас все. Чемодан мы собрали. Пожелайте нам приятного полета. И увидимся очень скоро. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok